Ну что ж, дружки-пирожочки, всем привет! Добро пожаловать на канал, посвященный игре MyLegends. И челлендж на линге пришел к своему также логическому завершению. Да, Майк, как и предыдущий, в принципе, отправится Радику, как заказчику данного челленджа. Ну, короче, на хромаке пропадает очень сильно из-за того, что там много таких зеленых, сладовых оттенков. А сам хромак у меня ровно такой же зеленый. Это трындец. Пять дней всего лишь, да, пять дней? Ну какие пять дней? У нас был стрим один, там, почти десять часов. И вчера был стрим тринадцать, почти четырнадцать часов. В принципе, об этом свидетельствуют вот эти вот факты. Ёлы-балы, блядь, да, нахуй. Как я вспотел сегодня. Бля, господи, помоги, пляс. Если что, на секундочку, ребят. Тем временем, стрим идет Ни много, ни мало. Блядь, где это? Тринадцать часов, пятнадцать минут. Тринадцать часов, пятнадцать минут. Тут вот с трех где-то. Здесь вот четыре, чуть позже трех. Да, но стрим на ютубе сохраняется максимум до двенадцати часов, поэтому двенадцать часовую версию можно посмотреть. А ласткатку увидели только те единицы, которые были на стриме. В момент того, как я взял мифы, было около 500 человек, но я думаю, что из этих 500 человек вообще человек 350 спало и вообще не видел, что происходило. Это просто трешак. Последний день это какой-то полный пипец. Я отыграл, по-моему, 34 катки. Я начал день с двух побед. У меня было десять побед серии. Мне оставалось буквально там десять каток, а потом все. Просто лестница. На каждом этапе я сидел на Легенде 2, наверное, просто часов восемь. Просто на Легенде 2. Я не мог оттуда выбраться. Я не мог просто сделать ничего. Было крайне сложно. Возможно, все в связи с тем, что... Я не знаю, в связи с чем это на самом деле. Мне казалось, что из-за того, что убрали лесной меч, который мне давал со старта урон. В общем, ладно, давайте перейдем к гайду. Таким, каким я видел Линга, как я на нем играл. Спасибо огромное человеку, который в последний день мне подкинул немножко алмазов, и я смог открыть себе сороковой уровень эмблем убийцы и взять убийственный пир. Да, в некоторых моментах прям это дико помогало. Если бы это было на старте у меня, если бы я вообще умел играть на старте, так как я играл вчера уже на Линге, то, конечно, бы закончил это все быстрее. Мне потребовалось 117 каток, поэтому, наверное, давайте быстро глянем также и таблицу. Если что, вот она сама роднулька. Давайте здесь быстренько я отстартирую по количеству игр от... А, да, я, да. И мы видим, что Линг занимает седьмую позицию, то есть мы тут двоечки начинаем. Мне говорили, впиши рядом столбик. Пока что я этого не сделал. Да, Линг 117 каток, занял он седьмую позицию. Не смог он догнать вот эту вот банду 116-х, да, Харри Тованванг Веневру. Вообще, когда я начал стрим, я искренне надеюсь, что Линг попадет в клуб топ-100, но потом у меня просто ничего не получалось. Я сам играл отрасли. Ну, в общем, если что, ссылка на таблицу будет в описании. Можете зайти и внимательнее ее посмотреть. Ну, и давайте по эмблемкам. Да, если у вас нет эмблема убийцы 40-го левела, используйте как раз-таки охотника за головами, как и использовал я. Но вот убийственный пир позволяет после каждого килла восстанавливать хп. Это просто лютая штука. Это было бы классно. Это было на Роджере. Потому что на Роджере я тоже... Если бы со старту было, я сыграл бы просто каток на 500 меньше, наверное, чем сыграл. Да, ну, конечно, все шутки, боевое заклинание. Конечно же, возмездие. Теперь само возмездие, ребят, кстати, отнимает напрямую ваш опыт на лайн. То есть, если вы берете возмездие, все, первые 5 минут на лайне, вы получаете минус 50% голды. А если у вас стоит там двое, то это вообще минус сколько вы? 25 только процентов получаете. Также меньше на 50% опыта вы получаете. То есть, это встроено возмездие. Нет никакого охотничьего ножа. По снаряжению. Да, я на линге использовал такое вот снаряжение в последние катки. Мне, как менее опытному игроку, наверное, это лучше подходило, если вы будете играть уже каток 500. Я думаю, вам нужно куда больше именно урона в таком случае. Потому что, ну, меньше защиты. То есть, вы должны ворваться, сделать максимум урона и уйти. Я, конечно же, использовал и Бессмертие, и Щитопины. Да, это все может варьироваться в связи с тем, что там другие герои. Например, там больше физ урона. Да, например, там Наталья, которая может вас убивать. Я в таком случае пытался брать защиту. Ну, я пару раз только взял господство льда. Мы уменьшаем скорость стаки тогда атакующего вас персонажа. То есть, в принципе, это очень сильно подходит. Тем более, даю сейчас еще и антихил. Это господство льда, нововведение такое, да. По остальным предметам вроде все как просто. Клинок отчаяния беру первым. Раньше не брал я его первым, просто потому что... Торчит тут борода, мне уж бесит. Если вас тут тоже бесит, пожалуйста, напишите это в комментарии. Надо уже, наверное, прихорошить свою бороду. То ли это от нее тень так падает? Наверное, скорее всего так. Все, Свет, отстань. Я не знаю. Ладно, короче. Раньше можно было взять нормальный клинок отчаяния, на первых ловлах получить 90% урона с мочетной хищника. Но это просто лютая жесть. До четвертой минуты там 15 стаков копишь, и все, сейчас этого нет. Тебе не дает сапог, вот этот вот лесной урон, он дает там 15 урона на 15 левеле, на 15 стаках. Типа, вообще отстой. Короче, брал сапог либо такой, либо физической защиты. Брал именно синий. То есть сейчас вы выбираете просто эффект, который дает возмездие по героям. То есть после того, как вы убьете 5 крипов, вы можете юзать возмездие крипов лесных. Вы можете юзать возмездие на противников. И вот это вот возмездие, то есть если мы сейчас быстро, я его попробую. Книга снаряжения. Игра в лесу, да? Вот есть 3 вида возмездия. Это возмездие наносит чистый урон противнику, там типа около 300, в зависимости, наверное, от вашего левела. Ледяное возмездие очень классная тема. Вы крадете скорость у врага и берете ее себе там на 3 секунды. То есть вы кастуете ультимейт, кастуете возмездие противника, и вам проще в него попасть центром, чтобы его дать по нему стан. И потом уже прыгать по клинкам. То есть в принципе вы даете стан, прыгаете по клинкам, перезаряжаете их мгновенно. То есть вот то, что нужно сделать идеально, это должно быть так. Вы со стенки прыгаете там 2 или просто автоатакой, даете там вторую, даете ультимейт, даете возьми, сделает момент это синий, попадаете ровно центром и прыгаете по всем клинкам. Но при всем при этом у вас фарм, это сложный герой. Это, конечно, не фани и не близко. То есть я вон за 118 каток сделал с нуля, не умея играть. На других бы героях у меня вряд ли это получилось. Мне предлагают, чтобы поменять не надо мне этого. Не сейчас. В общем, сложноватый персонаж, но интересно. Интересно играть на нем. Прикольно было. Это было интересно. Челлендж в любом случае. Спасибо большое ради того, что выбрало этого персонажа. Так, ну по снаряжению дальше. Меч охотника на демонов. Позволяет быстро фармить. Позволяет второй способностью там просто уничтожать своих противников. Бесконечная битва. Да, понятное дело, мы из вами постоянно второй способность. Значит, у нас будет постоянно выскакивать. Чистый урон. Ну и защита. Ну типа, типа все по сборке очень просто. По эффектам смерти, все вот это вот. Это, понятное дело, ничего не нужно. В общем, вашему вниманию, ребят, просто катка, ласткатка, которая, к сожалению, нет ее в ютубе на стримах, но я ее записывал во время самой игры. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Приятного просмотра. У них тоже два леса. И нет танка. Зелонг без этого, без эксперта. У нас хотя бы эксперт на всех. Гринвич. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Разъебите кто-нибудь челики по-братски, просто прошу. Добро пожаловать. Кто-нибудь берите, разъебите, я устал, блядь. 13,5 часов почти. У нас два, блядь, роумящих, типа, сам тоже в роум. Либо изъем, либо преодолен. Нет ничего лучше, игры с мечами. Насово. Ему дал золото. Наделось, что будет лучше. Почему нет, выстакли? 4, 9, 4. Чего заслуживает. есть у нас перепарм хорош преследует я верну то чего заслужил рушь у меня конечно отстойка за двух бахов у них честно говоря не лучше карточка до поздняя как у нас я 5 минуту хотя бы до объем офлайн фармить бля ну я боюсь вот это заходить вообще у меня есть пульта я бы ее применить бы желал мне за этих трипов не дают очень мало мальчик мальчик Более чем достану Либо избежать Хорошо спасибо спасибо 2 800 не лучшая майкад у меня как-то попу ваще не главное победа и все еще получаю не полное золото пойми еще только вот вот сейчас вот 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 все у слайна можно фармить не блять конечно дали старт есть хорошо там почти все фис 4 700 ебать просто катком ебаш сапоги уже купил какая бредовая ласт канатка конечно надеюсь что ласт надеюсь что вас господи реально в бога поверишь нет стрим который который больше 12 часов на ю тубе не сохраняется в ни одного стрима на ю тубе не найдете больше 12 часов так что этого стрима на ю тубе не будет к сожалению быть не 50 на 50 100 пудов его нибудь так стоп франк не надо то есть это нашла его очень хорошо нашего его очень хорошо а это очень важно вот одного не вижу а нет все есть все там все там шикарно 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 я верну то чего заслужил за Зона. Ваша команда уничтожила маршру. Звариное убийство. Союзник убит. Пешков. Наконец, хоть какой-то кив. Вообще, я так обычно не собираюсь, но что-то подсейвится. Урон у команды есть уже. Это лорда. Фастойщик и защиту какую-нибудь. Типа этой. Союзник убил лорда. Я верну то, чего заслужил. Ох. И чисто дофигища урона, да? Хорошо. Борт через. Все, вот пошел. А я через 20 секунд только. А да через баф. Ну, катку я сейчас записываю прямо в прямом филе запись делаю в надежде, что мы ее выиграем. Ребят, давайте 2000 лайков добьем. Вообще капельку не хватает. Надеюсь, что мы ее выиграем. Неплохо. Поэтому я ее не даром записываю. Неплохо. Ваша команда уничтожила башню. Что там дождаться? Мне. Ваша команда уничтожила башню. там хоть задержку почему-то ганзы то что может запись включена стрим длился 13 часов 35 минут и на часов 35 минут просто жесть дружище огромное спасибо карту до конца да то что смотрел видос до конца но вот историю если глянуть предыдущие две катки последние у меня были сам випе но вот мне были поражение 40 это самая худшая катка была то есть я уже как бы умею играть вроде просто ну конечно я уже 13 часов стрима мне было крайне сложно оправдывает ли это меня я не знаю ну типа я вообще нифига не мог сделать мне просто просто уничтожали до были хорошие катки ну просто последний да там вот я сыграл две катки на других персонажах на лысле это у нас 839 вот каткой на зелонге там была одна случайная катка тоже ну очень было последний день сложно ну и поле боя фавориты да и посмотрите наверное что тут у меня получилось но по классу на первом месте все равно получился если отсортировать спасибо ребят еще раз пишите обязательно ваши комментарии ставьте ваши лайки скоро новый сезон начнем с кое-чего другого я хочу поиграть до поражения абсолютно всех героях на основе то есть я начну в рейтинг играть и буду играть на всех всех героях если я проиграл я вычеркиваю если я выиграл он остается как вам идея кстати тоже сообщать в комментах всем пока